Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я постараюсь дать максимально полезное видео, но сначала у меня к вам маленькая просьба. Как только вы видите видео, которое вам кажется самым полезным, пожалуйста, сделайте следующее. Поставьте видео на паузу, после этого поставьте лайк, напишите комментарий. Это еще больше дает рейтинг, повышает рейтинг, и после этого сделайте следующее. Нажать вот здесь поделиться, и та сеть, которой вы пользуетесь, здесь их много, та сеть, которой вы пользуетесь, сюда заходите, либо в ленту свою поделитесь этим видео, либо личным сообщением, и напишите, вот кому конкретно вы хотите адресовать, и напишите, слушай, посмотри, очень толково говорит чувак. Лайки повышают мой рейтинг канала, комментарии повышают рейтинг еще выше, вот эти вот репосты, повышают рейтинг намного больше. Если все три действия вы совершите, то рейтинг этих видео будет, таких видео будет повышаться, и я буду с большим удовольствием давать вам максимальную пользу. Сделайте это, пожалуйста, чтобы мне не пришлось снимать видео бесполезные о том, как нас обманывает Сбербанк, они пользуются бешеным рейтингом. Итак, сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас. Ну, а сейчас я продолжаю. В предыдущем видео я рассказал о том, куда пойдет нефть, и попросил проголосовать. И давайте посмотрим результаты. Вот здесь вот, куда пойдет нефть. 45% людей считают, что нефть вырастет, 35% считают, что нефть упадет, и 20% считают, что нефть останется в диапазоне 65-68. Ну, это значит, что она, тем не менее, вырастет. А сейчас я хочу рассказать вам о том, как на этом заработать можно и сколько. Вот здесь вот, смотрите, вот здесь вы видите, что, ну, для того, чтобы заработать на росте нефти, а большинство людей считают, что нефть вырастет, для того, чтобы заработать на росте нефти, надо просто купить фьючерс на нефть. Вот сейчас вы видите, как он выглядит. BR-2-20. Что это такое? Это фьючерс на нефть марки Brent, февральский. 2 это февраль, 20 это год. Что такое фьючерс? Фьючерс это, ну, как бы, такая штука, которая номинирована в нефти. Это соответствует, это соответствует 10 баррелям нефти. 10 баррелям нефти. Вот. Размер лота 10. Котировка в USD. Дата исполнения 0.3, 0.2, 2020. Об этом чуть позже. Почему вот дата исполнения и что произойдет с датой исполнения. Вот. Валюта рубли и так далее. Сейчас я хочу рассказать о том, сколько вы заработаете и сколько надо денег для того, чтобы купить, ну, как минимум, один фьючерс на нефть. Смотрите. Для того, чтобы купить один фьючерс на нефть, вам нужно иметь на срочном рынке биржи, на срочном рынке, не на фондовом, ну, как минимум 10 тысяч рублей. В принципе, достаточно 6, но я рекомендую 10, потому что, ну, для большей надежности. Итак, у нас есть там, предположим, 10 тысяч рублей, и мы уже вполне можем купить один фьючерс. Что такое один фьючерс? Один фьючерс – это контракт, как мы уже выяснили, на 10 баррелей нефти. То есть он равносилен 650 долларам США, если текущая цена, вот 64,98, практически 65 – это 650 долларов. То есть вы, имея всего 10 тысяч рублей на срочном рынке, уже можете купить нефть на сумму 650 долларов. 650 долларов умножаем на текущий курс 61, получается 6,636, ну, где-то 37 тысяч рублей. То есть, имея всего 10 тысяч рублей, вы можете купить нефти на 37 тысяч рублей. Это первое замечание. Теперь, сколько вы можете на этом заработать? Ну, напоминаю, что большинство людей считают, либо нефть вырастет просто, либо нефть останется в диапазоне 65-68. Ну, некоторые отчаянные головы писали, что до 90, скакнет и так далее. Давайте все-таки посмотрим, сколько мы заработаем, если нефть вырастет до 68. Вот, до 69 даже – это разумная цена. Смотрите, сейчас она стоит 65, она может вырасти, теоретически, 69. Да, еще один момент. В комментариях никто не писал про сроки. В какие сроки мы это ожидаем? Так вот, срочный рынок на то он и срочный, потому что фьючерс истекает 0.03.02.2020 и после этого будет уже фьючерс мартовский. Мы можем купить сразу мартовский фьючерс. Я сейчас об этом немножечко попозже скажу, но сейчас я о том, сколько мы можем заработать. Итак, напоминаю, что один фьючерс – это 10 баррелей нефти. Если баррель нефти вырастет с 65 до 69, нетрудно посчитать, что на каждом барреле по 4 доллара, а их 10. То есть мы заработаем 40 долларов. 40 долларов умножаем на 61 – это 2400 рублей. И это очень неплохая сумма, согласитесь. 40 долларов заработать достаточно быстро. Как быстро мы можем заработать? Да как только она вырастет на 4 доллара на самом деле. И давайте теперь расскажу, сколько вы за это заплатите. Вы скажете, где-то подвох есть. Потому что, ну как это так, вложил всего там 6000 рублей, а, так сказать, ровно столько, ну примерно столько нужно иметь на счете, чтобы купить один лот, сколько же мы затратим денег. Ну, я уже сказал, что лучше иметь все-таки 10 тысяч рублей на счете для надежности. А теперь давайте я расскажу, какую комиссию вы за это заплатите. Вот я сейчас открыл открытие брокер, тарифные планы. И вот здесь вот, чем отличается открытие брокер, тем, что никаких скрытой комиссии. Вот что обещают, вот ровно то и есть. Вот я вам точно могу сказать. А у других брокеров есть там какие-то всякие подводные камни, там минимальные комиссии и так далее. Здесь ничего такого нет. Так вот, смотрите, фьючерсы и опционы. Тариф универсальный 0,74 рубля. Ну, у меня тариф профессионал 0,1-2 рубля. И что такое 0,1-2 рубля? От 20 тысяч до 100 тысяч, это 71 копейка за контракт. От 100 тысяч до 547 копеек за контракт. Поэтому, ну вот у меня тариф профессионал. Тариф универсальный, самый оптимальный. Здесь вы, вот эти 175 рублей в месяц, посмотрите, при наличии сделок на фондовом рынке московской биржи. Если вы только на срочном, то эти 175 рублей не берутся. Но напоминаю, что есть минимальная сумма вознаграждения брокера. Там 295 рублей, если у вас меньше 50 тысяч рублей. Поэтому я рекомендую вот 50 тысяч рублей. Вот, итак, мы затратим на покупку одного фьючерса 74 копейки. И на продажу его же тоже мы при продаже затратим еще 74 копейки. Это все, друзья мои, 74 копейки и 74 копейки. То есть рубль 48. Сделка на каждом фьючерсе туда и обратно. Мы можем заработать на росте нефти. Если мы ухитримся, значит, купить и продать ее на 4 доллара дороже, то мы зарабатываем 40 долларов. За это мы заплатили рубль 48. Больше ничего. Теперь дальше. Ну, кое-кто говорил, что нефть опустится. И предположим, что нефть опустится, ну, скажем, на 3 доллара. То, соответственно, мы нефть не покупаем, а продаем. Мы продаем нефть на каждую фьючерс, мы точно такую же комиссию платим на каждый проданный фьючерс 74 рубля. И через какое-то время мы закрываем эту сделку, то есть покупаем назад и закрываем эту сделку. На 3 доллара дешевле мы ее купили, мы вернули этот фьючерс и затратили еще 74 копейки. То есть и там, и там рубль 48. Никаких плат за кредит, никаких плат за плечо, никаких дополнительных оплат за перенос позиции нет. Все. То есть рубль 48. Хоть купить, хоть продать. Вы скажете, ну, почему так? А потому что большая часть людей, которые хотят трейдингом заниматься, они занимаются именно на срочном рынке. И поэтому все брокеры для того, чтобы людям было удобно, сделали максимально удобным для спекулянтов вот такой инструмент, как фьючерс. Есть фьючерсы на нефть, на золото, на индексы и так далее. Вы вполне можете торговать. И здесь идеальные условия именно для торговли на фьючерсах. Но вы скажете, что-то здесь все-таки не так. Но первое, я уже сказал, что фьючерс имеет срок действия. И вот когда наступит вот этот срок, 0.03-0.02, что произойдет с фьючерсом? Я обещал вам рассказать, я сейчас вам расскажу. А произойдет следующее. Смотрите, вы покупаете фьючерс в надежде на то, что он вырастет. И он, ну, там, либо растет, а вы думаете, что он и дальше будет расти, либо он, наоборот, падает. Вы думаете, сейчас он упал и, значит, потом начнет расти. Но вот 0.03-0.02, что произойдет в 14 часов, у вас высветится сообщение о том, что определена цена экспирации фьючерсных контрактов на нефть февральских. И эта цена зафиксирована, фиксируется. Ну, там, средний размер сделки 0.03-0.02 в течение времени с 13, по-моему, до 14 часов. Ну, здесь я точно не знаю. Вот. И все. Вот эта цена будет зафиксирована. На следующий день эти ваши фьючерсы исчезнут с вашего счета. И на счете появится та сумма, которая была объявлена вот в этом сообщении об экспирации. И неважно, если вы, например, текущие убытки, вы ждете, что нефть вырастет, все, карета превратится в тыкву. Вот в этот момент, в момент экспирации. Поэтому здесь, если вы надеетесь на дальнейший рост, она выросла и дальнейший рост, то нет, ничего сказать. Она будет зафиксирована, эта цена, и вам денежки зафиксируются вот на этот счет. Как можно выйти из этой ситуации? Ну, из этой ситуации можно выйти тем, что купить не февральский, а мартовский фьючерс, который срок экспирации будет в марте. Его можно купить прямо сейчас, например. Но это будет чуть дороже, поэтому наибольшей популярностью пользуются ближайшие фьючерсы. Ну, а ближе к моменту экспирации просто надо переложиться с февральского в мартовский. Вот, собственно говоря, такие варианты. Теперь дальше. Какие здесь риски? Вот. А риски здесь большие. Посмотрите. Если мы ждем, что нефть вырастет на 4 доллара, то на каждом фьючерсе мы зарабатываем 40 долларов и платим за это всего, значит, ну, за две сделки рубль 48. Здесь все так. Ну вот, мы купили этот фьючерс. Мы ожидаем, что у нас будет прибыль, прибыль, прибыль. А она, знаете, как всегда бывает, а на хренаке упала. Вот. И если мы ждем прибыль в 4 доллара, а она упала на 3 доллара, то что мы получаем? Мы получаем убыток. Убыток будет, ну, если она на 3 доллара упала, 30 долларов. Ну, я, так сказать, если на 4 доллара, то убыток будет 40 долларов. Если на 5, то 50. На каждом фьючерсе вы понимаете, да? И вот это вот основной риск. И вы скажете, ну, блин, рулетка. На самом деле нет. Во-первых, ну, мы смотрим на график. Мы смотрим на график и видим, что... Давайте посмотрим на график. Мы видим, что... Ну, вот максимально, так сказать, куда она может упасть. Да, действительно, вот он, уровень сопротивления будет 61 доллар. То есть она может упасть, теоретически, на 5 долларов. А может легко подняться. Вот 69 долларов. Совершенно легко туда и туда. И нам кажется, что вот все-таки вот она вот пойдет вот сюда. И так кажется многим, потому что за это говорят многие факторы. Потому что есть напряженность на Ближнем Востоке. Есть вероятность того, что Америка не остановится в своем давлении на Иран. Иран, значит, бесятся и перекроет Армудский пролив, о чем я говорил раньше. Во-первых. Во-вторых, значит, экономики мировые растут. И спрос на нефть растет. Поэтому она будет расти. Но, с другой стороны, когда все ожидают, что будет рост, скорее всего, значит, ну, как бы бывает часто так, что большинство ошибается. И что наиболее вероятность сценария оказывается как раз в минус. Поэтому здесь надо, ну, очень хорошо подумать. Смотрите, если мы покупаем, надеемся, что она вырастет вот сюда, то надо снизить вот эти риски. А о том, как это сделать. Оказывается, это можно сделать. Риски, во-первых, минимизировать. А во-вторых, ну, свести их потом к нулю, например. И я расскажу об этом буквально в следующем видео. Поэтому, поэтому прямо сейчас напоминаю. Лайк, комментарий. И еще вот здесь есть. Ну, у меня его нет. У вас будет колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео. Колокольчик. Поэтому, если вы поставите колокольчик, то вам придет сообщение, что пришло видео и так далее. Ну, а сейчас все. Напоминаю, лайк и так далее. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи в следующем видео. Будет еще интересней.